Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и, продолжая разговор о послании к Галатам, мы обратимся с вами сейчас к второй главе. В начале второй главы апостол Павел вспоминает свое посещение Иерусалима, второе посещение, по-видимому, имея в виду, конечно, апостольский собор 49-го года. Между прочим, это довольно важная ремарка, потому что он говорит о 14-ти годах, и это временной промежуток, который приблизительно может дать нам возможность поставить даты в истории гонения при Стефане, обращения Павла, примерно 35-й год, и вот где-то лет через 14-15 апостольский собор. Ну и вот апостол Павел говорит, что он ходил в Иерусалим с Варнавою и Титом, который был эллином и был необрезанным, и вот он рассказал особо знаменитейшим в Иерусалиме, что именно он проповедует язычникам. И вот тогда, говорит он, апостолы, в том числе и особо знаменитейшие, и приняли его в общение, и не редактировали, так сказать, не вносили корректив в его благовествование, и даже и Тита, который с ним пришел и был язычником, ну, эллином, он был христианином, конечно, эллином, не принуждали обрезываться. И вот апостол Павел говорит о том, что в жарких дискуссиях, там действительно были жаркие дискуссии, они, как он сам, так и другие апостолы, не уступили и не покорились лжебратьям, чтобы истинно благовествование сохранилось у вас. Что здесь на себя обращает внимание? Во-первых, то, что апостол считает лжебратьями тех, кто ради конформизма, по сути дела, да, религиозного, старается соблюдать иудейский закон, хотя понимает, что в этом уже нет такой острой необходимости. Это первое. Вот он называет их лжебратьями. Как в предыдущей главе он говорил об ином благовествовании. Есть благовествование христовой любви, прощения и свободы, и есть благовествование, собственно, ну, он тоже оговаривается, это говорит Павел, даже благоествование назвать нельзя, есть религиозность. Еще один обращающий на себя внимание момент в первом абзаце второй главы, он говорит о лжебратьях, скрытно приходивших посмотреть за нашей свободой. Ну, в общем, конечно, саглядатой, скрытно подсматривающая нашу свободу, чтобы уловить нас в каком-нибудь слове, вещь, во-первых, малоприличная вообще, в порядочном обществе такого недопустимо, но, кроме того, апостол, еще раз повторю, называет таких людей лжебратьями, тех, кто смотрит не на Бога и не на то, какие у меня отношения с Богом, а на то, что другие делают неправильно, чтобы их осудить, обличить, перевоспитать, как бабу-ягу в своем коллективе. Вот он говорит, нет, это не только непорядочно, но и уж тем более не по-христиански. Вот, и он еще, обратите внимание, впервые в этом послании, но далеко не последний раз, у него возникает идея о свободе, которую мы имеем во кресте Иисусе. Свободе, которую мы имеем во кресте Иисусе. Собственно, речь идет о том, что для учеников Иисуса Христа в их отношениях с Богом принципиально важно не то, как они что-то делают, то или другое, а что они делают, суть, содержание, как обратиться к Богу, вот такими словами или не такими словами. Для Павла во Христе у нас есть свобода обратиться к Богу теми немощными словами, которые у нас есть сейчас, не выискивая ничего специального. Как действовать в своей жизни? Все это мы имеем во Христе Иисусе в свободе, говорит апостол Павел. И это значит, что мы на самом деле всякий раз призваны спрашивать у Бога, как поступать. Понимаете, свобода ведь вовсе не обязательно означает вседозволенность. Делай все, что хочешь и как хочешь. В большой степени, да, конечно, речь идет о том, что форма и внешняя сторона, так сказать, жизни христианская имеет меньшее значение. Но, повторяю, фундаментально и принципиально важна суть. Что ты делаешь? Свобода, таким образом, свобода во Христе подразумевает именно возможность задумываться о сути, а не о формах. Понимаете? И это, конечно, чрезвычайно важно. Трудное тоже место для современных христиан. Потому что одни из нас за благовествованием Христовой свободы обычно подразумевают необходимость отказаться от всех внешних форм, которые нам в данный момент чем-то неудобные покажутся устаревшими. Это абсурдная позиция. Ну и трудное оно, конечно, для тех, кто считает, что нам необходимо все до последней запятой и черточки сохранять, как оно сложилось там 400 или 1000 или полторы тысячи лет назад. Что тоже, конечно, абсурд. Вот апостол говорит о свободе, которую мы имеем во Христе. И это значит, что мы не можем положиться на готовые решения и не можем положиться на то, что в нужную минуту оно как-нибудь там по вдохновению придет, а призваны все время в диалоге с Богом строить свою духовную жизнь. Ну вот, в том же абзаце апостол говорит о том, что другие апостолы, Петр и Иаков, и Иоанн подали ему, Павлу и Варнаве, руку общения и, так условно говоря, разделили задачи. Разделили задачи, договорившись, что апостолы из Иудеи будут идти проповедовать обрезанным, в основном, так сказать, опираясь на синагоги, а Павел и его сотрудники будут проповедовать необрезанным, то есть язычникам. Ну вот, хорошо, такая договоренность была достигнута. А дальше апостол вспоминает довольно трудный, неприятный, я бы сказал, эпизод, который для него важен, в первую очередь, потому что для него источником его благовествования, источником его откровения является Христос, а не люди, то, с чего он начал, то, о чем был разговор в самой первой строчке первой главы. И поэтому он вспоминает историю, когда в Антиохии Петр спокойно садился за стол с крестьянами из язычников, и никаких проблем это не вызывало. А потом пришли некоторые от Иакова, ну, то есть, собственно, иудействующие представители Иерусалимской христианской общины, главой которой и был апостол Иаков. Вот пришли некоторые от Иакова, и, по-видимому, от них столько всякого возникало, возникало тут проблем, дискуссии, споров, они так все осуждали, и это не так, с этим за стол не садись, с тем не садись, что Петр, ну, действительно, стал не садиться за стол с христианами из язычников. Ну, Павел человек был, по-видимому, очень горячий, и, конечно, он не мог спокойно к такому отнестись, и он пишет, что упрекнул Петра и всех остальных, кто лицемерили, как и другие иудеи, потому что поступают не поистине евангельской. Ну, что ж, это, по-видимому, был важный момент в биографии самого Павла, скорее всего, и Петра тоже, но в контексте послания к галатам для Павла важно, что, еще раз подчеркнуть, что дело не в авторитетах, и даже у особо знаменитейших, как он выражается, у апостола Петра, который действительно был главой первохристианской общины после воскресения Господа Иисуса Христа, и даже он может и ошибаться, и совершать какие-то неправильные действия. Никто от этого не гарантирован. Значит, для Павла снова это звучит, как призыв вдуматься в содержание, в смысл откровения, о чем, собственно, идет речь. Далее, во второй половине главы апостол пишет о том, что, ну да, вот о себе. Мы не из язычников грешники, а по природе иудеи. Поэтому за ним, так сказать, и весь авторитет закона, и опыт, и навык исполнения закона, насколько это возможно. Но, пишет апостол, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Очень сложная и длинная словесная конструкция, с которой, конечно, надо разбираться по частям. Во-первых, то, что апостол говорит об оправдании. Снова и снова необходимо подчеркнуть, что речь идет, в общем, об оправдании и суде в библейском смысле слова. Когда мы говорим сегодня об оправдании, мы говорим, что ну вот, там, на меня действовали обстоятельства непреодолимой силы, которые вынудили меня поступить вот там так-то плохо, а я на самом деле не виноват. Это перекладывание ответственности, да, а не оправдание. Вот так бывает чаще всего, когда мы надеемся получить скидки в наказание или еще какие-то поблажки, вот потому, что нас оправдывает наша немощь или что-то еще. Апостол Павел, как обычно он это делает, видит суд в библейской парадигме, в которой на престоле славы восседает судья вселенной, и у него по одну и по другую сторону верующие и неверующие, верующие язычники. Одни говорят, мы надеялись на нашу силу, мы надеялись на, там, я не знаю, ум, славу, культуру, что угодно можно наплести. Мы полагались на то, что раз у нас все получается и мы всех покоряем, значит, мы правы. А верующие говорят на таком суде, что нам не на что надеяться было, мы надеялись только на Бога, только на его обещание не бросить нас, не забыть нас. Уповал на Бога, пусть избавит его, как говорили неверующие фарисеи у подножия креста Христова. Значит, вот, собственно, в каком контексте Павел говорит об оправдании. на кого ты надеялся, на что ты надеялся в качестве, так сказать, источника прощения и помилования Божьего, кого Бог признает правым. И вот апостол говорит о том, что он узнал, что человек оправдывается не делами закона, то есть не так, чтобы ты на суде мог сказать, я вот сделал то-то, 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 и Бог скажет тебе, ну, хорошо, молодец, возьми с полки пирожок. Нет, он говорит о том, что человек оправдывается, то есть добивается правой стороны, признается Богом правым, не потому, как много или мало ему удалось. Он в послании к римлянам подробно очень разбирает эту тему, и в конце концов удается нам очень мало. С делами закона все выглядит красиво, а по сути на самом деле очень плохо, потому что, ну, кто из нас может соблюсти весь закон? Но только доверием Христу. Вот апостол говорит о том, что мы узнали, что человек оправдывается доверием Иисусу, тем, что приходящего ко мне не изгоню вон, сказал Христос. Вот об этом доверии собственный весь разговор в связи именно с делами закона. Для Павла в послании к Галатам речь очень о конкретных вещах. Одни, которым он противостоит, и которые, в свою очередь, противостоят апостолу, говорят, надо все исполнять, с язычниками за стол не садиться, обрезываться, все там, давать десятину смяты, аниса и тмина, прочее, прочее. Вот все делать по иудейскому закону, и тогда ты будешь оправдан Богом в любых обстоятельствах. Апостол говорит о том, что нет, нет, всеми этими делами закона не оправдается никакая плоть, а только доверием, потому что я пытаюсь что-то делать в своей жизни, как-то ее строить ради Иисуса Христа, в доверии тому, что говорит Иисус, а не тому, что когда-то кем-то где-то было написано. Закон – вещь нужная и важная, но исполнение его не только невозможно, но не имеет смысла, если не пребывать в диалоге со Христом. Грубо говоря, если у Христа не спрашивают, надо ли тебе это делать или нет. И апостол говорит об оправдании во Христе не вообще перед Богом, не вообще на последнем суде, а оправдание во Христе – значит, победа на суде, то, что Бог признает нас достойными жизни, то, что Бог признает нас правыми, живыми, оно не нашими делами определяется, а нашими отношениями с Иисусом Христом. Это вовсе не значит, что делать ничего не надо. Надо, конечно, и нужно трудиться, и созидать свою жизнь во Христе. Но вот это принципиально важная вещь – полагаться не на совокупность заслуг, а на любовь к Иисусу Христу. И далее в самом конце второй главы апостол Павел пишет трудные такие слова, которыми он пытается тоже, я не уверен, что совсем удачно и идеально объяснить, что он думает. Он говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. И вот будь у нас возможность спросить апостола Павла, что же он имеет в виду, я не уверен, что можно было бы получить подробные разъяснения. Поэтому важно увидеть здесь саму, по крайней мере, фундаментальную идею, что Павел считает нужным жить для Бога, а не для закона. То есть то, как он живет, то, как он строит свою жизнь, какие поступки совершает и от каких поступков воздерживается, это для Бога, а не для закона. Не ради безликого свода правил, а ради диалога с Богом и в диалоге с Богом. И вот он говорит, я сораспялся к Христу. И тут можно только тоже замолчать и попытаться подумать, что, опять же, апостол имеет в виду. Традиционное толкование, вообще говоря, подразумевает, что у него очень трудная жизнь. И он именно трудности своей жизни, своего служения, то, что на него постоянно ополчаются то власти, то христиане, то иудеи, то какие-нибудь язычники, что вот речь идет именно об этом. Ну что ж, может быть, вероятно, действительно это традиционное толкование не так уж и далеко от истины. Но, может быть, для апостола слово «сораспялся к Христу» подразумевает примерно то же самое, что он говорит «жить для Бога», чтобы жить для Бога, жить для настоящей жизни, для того, чтобы быть учеником Бога, для того, чтобы быть в диалоге с Богом, ни чему не следовать бездумно и, в общем, не подчиняться другим авторитетам. Не делайтесь рабами человеков, как в другом месте скажет тот же Павел. И это вызывает действительно мучительную такую враждебность. Трудно сказать. Здесь есть некоторая загадка того, что же имеет Павел в виду. А дальше он пишет «уже не я живу, но живет во мне Христос». Таким образом, его слова об оправдании веры во Христе и о том, что он сораспялся к Христу, чтобы жить для Бога, это по-другому может быть сформулировано вот так. «уже не я живу, но живет во мне Христос». По-видимому, вообще у апостола Павла была в голове некоторая такая идея экзистенциального единства человека с Иисусом Христом, не только церкви в целом, но и человека. В некоторых посланиях он об этом говорит, как, скажем, там, филиппийцам, «я восполняю в моей плоти недостаток страстей Христовых». Или вот здесь он говорит, «уже не я живу, но живет во мне Христос». При этом он вовсе не имеет в виду, что его, Павлова, личность куда-то там подевалась, растворилась или испарилась. Но он говорит о том, что теперь из-за того, что он живет доверием Иисусу, верой Сына Божьего, его решения продиктованы, его поступки продиктованы именно этой верой и этими отношениями со Христом. И пытаясь снова по-другому сформулировать то же самое, он говорит, что «ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть именно речь о том, что вера в Сына Божьего движет им, движет апостолом Павлом. Не то, чтобы там она его вдохновляла на подвиги, нет, она определяет именно сами решения, которые апостол принимает, и то, как он живет. И вот поэтому он говорит «живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И таким образом апостол предлагает нам предельно личностные взаимоотношения, не с идеей божественного чего-то, а он говорит о Христе, который его, Павла, возлюбил, и за него, за Павла, предал себя, как и за каждого из нас. Это очень важно и для каждого христианина тогда и сейчас точно так же помнить и верить и полагаться на того самого Иисуса, который предал себя за меня.